Здравствуйте! По предложению наших зрителей снова опубликую номер карты. Ещё раз спасибо всем неравнодушным. Так, сначала без комментариев. Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов до 9 ноября, но не спешите брать билеты на 10. Японский Кабмин призвал население снизить температуру отопления жилья и экономить свет. Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мёртвых знаменитостей. В Москве завершился сезон летних веранд. Теперь подробно. Вопрос о двойниках Путина вышел на высокий уровень. Пресс-секретарь президента Песков назвал чушью слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова, о существовании двойников Путина, сообщает ТАСС. «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – заявил Песков агентству. Ранее Буданов в интервью изданию Daily Mail заявил, что Владимир Путин использует как минимум трёх двойников, перенесших пластические операции, чтобы быть похожими на российского президента. Как отмечает ТАСС, в 1920 году сам Путин рассказал агентству, что в начале нулевых годов возникла идея привлечь двойника для его безопасности, однако он от неё отказался. Тут главная новость не в том, что Песков что-то отрицает, а в том, что он вообще обсуждает этот вопрос. Разговоры о двойниках Путина ведутся уже более 20 лет, в том числе и не в последнюю очередь на форуме МСК. Да. Возможно, эти обсуждения и послужили настоящей причиной блокировки Генпрокуратуры нашего портала, потому что никакой антироссийской позиции в отношении СВО мы не высказывали. Было время, когда приводились различные фото, давался хронометраж поездок Путина и доказывалось, что один человек никак не мог находиться одновременно в двух местах. Более того, Юрий Мухин высказывал мысль, что настоящего Путина уже давно нет, и страной управляют двойники. Мухин направлял запросы в различные инстанции, требовал ответить на этот вопрос, но вопрос никто не ответил. Табу. И вдруг сам Путин в 20-м году начинает обсуждать вопрос, который ему лично трогать никак не следовало. Да еще в каком ключе? Ему где предлагали, а он отказался. Естественно, Буданов был бы просто каким-то Нарышкиным, если бы не использовал эту тему. И он, к сожалению, не Нарышкин. И что Песков назвал это чушью? Хотя двумя годами ранее сам Путин, или его двойник, чушью это совсем не называл. Сейчас от Пескова следовало ожидать каких-то неубиваемых аргументов, каких-то доказательств. А он просто отказался отвечать. Причем вопрос услышал, а ответа не нашел. И это тоже является аргументом в пользу теории двойников. Настоящий Путин давно бы уволил такого пресс-секретаря, как Песков, просто за непрофессионализм. А Путин не увольняет. Какой вывод? Значит, не мой. Если Путин двойник, то Песков настоящий и может оспорить свое увольнение двойником. Приходится терпеть. Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию. Денежный объем поставок товаров из Турции в Россию в сентябре обновил месячный рекорд – 1,15 миллиарда долларов. Данный уровень на 21% превышает показатель августа. Это сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики. Также вышеуказанная цифра в 2,3 раза больше прошлогоднего сентябрьского значения. В текущем году турецкий экспорт в сравнении с досанкционным уровнем в феврале возрос почти в 2,5 раза. Напомним, Турция стала единственным государством среди участников блока НАТО, которое не стало присоединяться к рестрикциям против РФ. Буквально сегодня ночью я отдал комментарий свободной прессе на эту самую тему. Процитирую сам себя. Главная мишень – это Евросоюз. Америка у себя за спиной вырастила глобального конкурента, который перестал подчиняться. И вот ЕС сейчас ставят на место. Турции, которую не приняли в ЕС, позволяется все что угодно. Даже транспортировать российский газ в Европу. Лишь бы не напрямую из РФ. За уклонение от мобилизации будут сажать депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от военной службы по призыву к мобилизации при отсутствии отсрочки. Соответствующий закон-проект готовится к внесению в Госдуму. Авторы инициативы предлагают штрафовать уклонистов за отказ от мобилизации на сумму от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет, а самое суровое наказание, предложенное парламентариями – лишение свободы на срок до пяти лет. Из чего следует очень простой вывод – прекращение частичной мобилизации не значит прекращение ее навсегда. Иначе зачем вдруг понадобился закон об уклонении? Сообщают о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов К-52. На аэродроме Псковской области, где оказались повреждены два вертолета К-52, было найдено взрывное устройство. По предварительным данным, сотрудники силовых слуг обнаружили взрывчатку во время осмотра мест происшествия. Подозрительный предмет размером 40 на 10 сантиметров оказался прикреплен к фюзеляжу вертолета Ми-28. Предполагается, что мощность найденного взрывного устройства на российском аэродроме составляла где-то 400 грамм в тротиловом эквиваленте. В данном случае речь может идти о диверсии, а не о теракте. Разница невеликая, но она есть. Остается только удивляться широте шпионской диверсионной сети, которую украинским спецслужбам удалось создать на территории РФ. Впрочем, если в течение многих лет российские спецслужбы этому практически не противодействовали, то удивляться и нечем. Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей газа. Власти Германии собираются в среду, 2 ноября, одобрить предложение по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год. Эта мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% необходимого им газа, а промышленности до 70%. При этом промышленные предприятия, чтобы получить льготный газ, должны, среди прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90% рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга. Общий объем субсидий для снижения расходов на энергии, согласно планам Берлина, составит 200 миллиардов евро и включает также снижение налога на газ с 19 до 7% и ряд других мер. Что это значит? Это значит, что почти 100 миллиардов ничем не обеспеченных евро сейчас и еще столько же в ближайшем будущем. Это, если учесть, что ВВП Германии в этом году где-то 4,2 триллиона евро. 200 миллиардов – это весьма существенно. Где-то 5% в инфляцию только за газ. Кажется, понятно, почему евро проседает по отношению к другому. И во что обходится в европейской экономике украинская компания. Продолжение следует...